Да, вот нам их демонстрирует Сережидин, Бекмурадов, Загильдер Ахмаш. Мы видим, что казахстанец практически на 10 сантиметров выше, но вот Сережидин моложе. Посмотрим, скорее всего, будет борьба, будет Сережидин стараться бороться. Ну, по крайней мере, вот нам именно его сейчас показывают. Бекмурадов, 21 год, метр 72, рост 61 килограмм, вес рекорд нулевой. Клуб Азиан Вольфс, да, вот так вот Волк Азиев сегодня выступает. Ну, и в принципе, да, это турнир Алаш Прайд в Таразе имеет такую небольшую представку селекшн, да, то есть это шанс для молодых перспективных бойцов, которые могут дальше подписать или не подписать контракт с Алаш Прайд. Ну, будем честны, да, Волк Азиев, это большая лига казахстанская. Вот, как раз, Загильдер Ахмаш настроен решительно, 27 лет ему, 185 сантиметров рост, 61 килограмм вес, представляет он клуб Гладиатор. Ну, и мы уже говорили, да, он выходец из кикбоксинга, так что сегодня посмотрим в его исполнении удары, ударную технику. Ну, и мы видели, что он пытался демонстрировать локти. Возможно, именно локти сегодня мы также посмотрим. Ну, и вот угол нам показывает казахстанского бойца, ну и все, все готово к этому бою. Продолжу свою мысль, Алаш Прайд, это, да, сейчас может быть немножко по каким-то показателям, да, может быть не совсем ярко проводит как тех же их оппоненты в Казахстане, но тем не менее. Алаш Прайд это исторически наша хорошая такая казахстанская лига, которая дает шанс многим бойцам, выходцы отсюда, да, тот же Артем Резников, которому в декабре же драться в полуфинале Гран-при Сиэй, это и Евгений Гимбердиев, уроженец Тараса, это и большое количество других бойцов, а служан тот же Боргаджан Улыф. Ну, смотрим, смотрим, Биг Мурадов-Рахмаш, попытка работать Рахмаша ногами на дистанции, главное сейчас нащупать, ну, а Биг Мурадов ждет своего шанса. Пока, да, несколько лоу-киков, которые не принесли никакого ущерба сопернику, ну, и, по-моему, даже в цель они не попали, так, немножко напугать. Ну, и контроль, контроль центра октагона в исполнении казахстанца. Рахмаш старается все-таки продолжить нащупать, нащупывает ту дистанцию, которую он хотел бы. Ух, какой размашенный удар сейчас в исполнении Узбека, благо не приходит он в цель, ну, а Рахман продолжает контроль центра октагона, и ждет он, ждет он, выцеливает. Выцеливает удар, ну, довольно-таки высокий, да, боец, мы что-то видели подобное, да, Нурбек Абрахманов из Ак-Тубе тоже, да, он для своего веса очень высокий. И какой нокаут сейчас мы видим в исполнении бойца из Узбекистала, как он попал. Сейчас посмотрим повтор в исполнении празднования в виде Крышляна Роналду. Знаменитая Си и Сережи Динбек Муродов начинают свою карьеру в профи с победы. С очень яркой победы, с очень ярким нокаутом. Сейчас обязательно, я думаю, нам повтор режиссеры покажут. Но это было замечательно, да, вроде бы нащупывал Жангельдем на свою дистанцию, пытался он достать лоу-киками, но в ответку просто прилетели зубодробительные удары в челюсть. И это яркая победа Бек Муродова. Ну и сейчас, да, его рука будет поднята, ну а Жангельдем там уже покинул пределы. А, нет, хотя он хорошо покинул, нет, ему оказывается помощь. Жангельдем пока на конвасе. Продолжает сейчас сидеть, приходить в себя, ну действительно, попал так попал. Ну, здесь вопросов быть не может. Сережи Динбек Муродов, ну, остается только поаплодировать представителю зубикистанского ММА. Очень ярко, очень неплохо он себя в этом матче проявил. Да, Марахмат появился, все нормально у него, пришел он в себя, ну а Сережи Динбек Муродов. Субтитры сделал DimaTorzok